Здравствуйте! Вы на канале Вера Алексеева и новая распаковочка. Пришли такие блестюшки-посыпушки с Алиэкспресс. Ссылочки я оставляю в описании, так что вы можете нажать на ссылку и посмотреть актуальную на данный момент цену. Я их покупала что-то совсем недорого, то ли 40, то ли 30 рублей за каждую баночку. Они голографические. И сейчас мы их все будем пробовать. Вот два цвета я уже попробовала. Покрывать их сверху практически бесполезно, они становятся не такие красивые. А вот если их посыпать сверху на мокрую базу или на мокрый гель-лак или не знаю, на что-то, то они вот такие красивые голографический блеск. На ощупь, ну, бархатистые, не колючие. Ну, блеск классный. Сейчас попробуем остальные. Значит, я думаю, что надо брать какой-то более твердый материал, который продержится. То есть на гель-лак я не советую. Либо жесткая база, либо я вот сейчас на батл-гель. На руке, конечно, на руке. Надо будет сначала нанести базу. Хорошо, камуфляжную, если. Нанесли батл-гель и на жидкий. Прямо ничего не сушим. Начинаем насыпать. Посыпали. Блин, он электризовался такими. Электризуется паразит. Лучше, конечно, если у вас есть ванночка специальная, куда это все будет всыпаться. Можно подстелить бумажку. Значит, сразу не встряхиваем. Подождем, пока эти блески немного осядут в сам гель. Пусть они туда чуть-чуть погрузятся. Дайте им время. Потом аккуратненько встряхиваем лишнее. И сушим. Для чего я, собственно, заказала. Очень классно делать всякие дизайны. Наподобие какие-то полоски нарисовать. Или цветок нарисовать поверху. Уже по топу. И посыпать вот этой голографической посыпушкой. Это будет просто бомба. Вы такие дизайны, наверное, видели. Эти цветки красивые. Бархатные. Блеск шикарный. Наконец-то мне дошло два факта. Что, во-первых, лучше подстелить бумажку и с нее всыпать. Так как у меня нет специальной ванночки для посыпушек. И лучше всего посыпать не пластиковой типсой. Потому что она электризуется. И все эти блестяшки стоят дыбом. А лучше взять металлическую, какой-то пушер и им посыпать. Так, скрываем. Не знаю, видно вам или нет, но блеск просто волшебный. И посыпаем. Теперь можно уже не так бояться попасть именно в баночку. Потому что с бумажкой все легко будет встряхнуть в баночку. Свет просто я обожаю. Такой цвет мятный, Тиффани. Шикарно. Берем наш листочек. Так все в серединку сыпали. И с уголочкой в баночку. Так, наши шикарные блесточки не пропадали зря. Пакетики. Вот такой глубокий темно-фиолетовый цвет. Так, открываем. Постучу, чтобы все с крышечки побольше упало в банку. Наполняемость, конечно, далеко не полная. Полбаночки. Ну, видимо, они по граммам меряют. Так что ничего не поделаешь. Опять же, даем блесточкам время, как следует увязнуть гели. Подождем. И тихонечко стукнули несколько раз. Что это у нас тут на кончике такое? Что-то тут нету. Вот, готовое, просохшее. Кисточкой можно встряхнуть лишнее. И последняя посыпушка, это белая. Такой снежочек тоже всегда нужен. И зимой, и не только зимой. Так, пока ждала. У снега нет голографического блеска, просто белый, белый блеск. На вид эти блестки крупнее и какой-то более шершавый, колючий вид. Ну, как он. Ну, как он. Готово. Так, посмотрим еще раз все наши космические голографические посыпушечки. Так, теперь попробую сделать дизайн с этими посыпушками. Покрыла два типса гелем, рунейл, чайной розой. Просто для какого-то нейтрального фона. Да, сверху лучше сразу покрыть топом, ведь я буду рисовать по топу. Причем одну я покрыла матовым топом, а вторую глянцевым. Даже не знаю, на какое что рисовать. Наверное, на матовом сделаю белый. Наоборот. Не знаю. Берем любую гель-краску без любого слоя. Лучше гель-краску, чем гель-лак. Она более густая. Рисовать будет легче. Я сейчас попробую вот такую от Patrice Nail. Немножко размешала ее на всякий случай. Хотя я не знаю, действительно ли она без липкого слоя. Я уже не помню. Ну, в общем, вроде нигде не написано. Во-первых, я сейчас подумала, что белый цветок было бы классно на бордовом фоне рисовать. Ну, ничего. Попробуем пока на телесном. Почему именно без липкого слоя? Во-первых, их можно... Такие краски можно поверх топа класть. И во-вторых... И во-вторых... Когда есть липкий слой и вы посыпите посыпушку, то потом со временем... Со временем... На этот липкий слой какие-нибудь... Какие-нибудь пылинки нацепляются. И вид будет не очень. Липкость нам совершенно не нужна в этом случае. Тугель краска хорошая, удобная, не растекается. В работе удобная. Я даже скажу, что он мне больше нравится, чем те, которыми я раньше пользовалась от Коди. Не знаю, как-то я изобразила цветок не так, как я думала. Ну ладно, пойдет. В следующий раз я буду цветок смотреть лучше с картинки. Потому что из головы у меня что-то нарисовалось, но не такое уж красивое. Эти блески, они не совсем черные, они ближе к серому. Поэтому не знаю. Опять же, не спешите сразу все стряхивать, пусть блески хорошо погрузятся в красочку. Так, сушим. Так, сушим. И вот что у нас получилось после просушки. Такой красивый, блестящий цветок. Рисовать можно что угодно, линии. Мне кажется, вот этот френч, который геометрический, на нем вот какие-то эти полосочки тоже сейчас популярны. Смотрится просто бомбезно. Голографические блестки. Камера, наверное, не передает, но очень красиво. Теперь повторим то же самое с белой красочкой и на матовом. Как я уже сказала, мне пришло в голову, что белый цветок просто классно смотрелся бы на бордовом. На каком-то темном фоне. Ну, хорошая мысля приходит опосля, поэтому... Это белая гель-краска без липкого слоя от Коди. Так, на матовой... Ай, блин, блестки. Они цепляются на этот матовый топ. Господи. Топ от PNB, но не паудер-топ, который я люблю, а сатиновый сделала на этот раз. Просто попробовать. Топ от ПНБ. Да, качество отличается, конечно, от Patrice Nail. Полоски стремятся слиться, растечься. Совсем другой... Совсем другой эффект. Ну, можете, конечно, каплю крупноватую взяла, ничего не скажу. Тоже не... Супер такой уж рисовальщик. Посушим. И посушили. Стряхиваем. Ну, на матовом здорово, как всегда. Ну, рисовать, конечно, надо поаккуратней. Начнем с этого. Ну, а блесточки классные, цветок шикарный. В общем, эти посыпушки, это то, чего мне давно не хватало. Такие должны быть у каждого мастера, я думаю. И я поняла, что я не взяла никакой синий цвет. Я взяла только мятный Тиффани. Надо взять еще какой-то синий, может, какой-то светлый, желтый, золотой. Потому что у меня такой больше бронзовый. Ну, и все, спасибо, до свидания. Начнем очередную распаковочку. Принесла пакетики с почты. Очень хотелось открыть на почте, но решила все сделать при вас. Так, что у нас тут? О, какая большая бутылочка. Гель-лак на вид серый, но у него есть радужный отлив. Сейчас попробуем его. Так, пробуем. Я его покупала как такой топ. Ну, просто серый. Ну, вот на черном как-то еще что-то видно. Начала этот лак искать после просмотра дизайна на канале Joy Nail. Корейский блогер. Она половинку ногтя, розового причем, покрыла вот таким подобным лаком радужным. Я начала искать с подобным эффектом лак. Ну, вот на черном что-то есть. Очень слабый. Голографический эффект очень слабый. На блестки, похоже, с легким-легким голографическим эффектом. Но, может быть, это магнитный он? А, он магнитный, слушайте. Вот это другое дело. Да, с магнитным эффектом он уже хорошо блестит. Как бы серый, но как бы чуть-чуть радужный. Не особо, конечно, он прям радужный. Прозрачно вообще ничего не видно. В общем, хотелось более яркий радужный эффект. Слабый. Сам по себе лак очень густой. Очень густой. Ну, может, и лук к лучшему. Вот такая вот эта, вот такая коробочка. Ставим этому лаку слабую троечку. Следующий пассажир. Конечно, я узнала, что так будет. И заказала несколько вариантов радужного. Например, от Born Preti. Тоже фирма посерьезнее. У Born Preti были радужные с несколькими оттенками. Как бы с фоном. Так мне сказали в комментариях в прошлом видео, что надо просто повернуть. Но, видать, у меня сил не хватает просто повернуть. Ничего у меня не открывается. Вот так. Тут уже радужный посильнее. Тут уже более яркий радужный цвет. Попробуем его на прозрачном. Ну да, вот это уже можно использовать как топ с блесками с радужным оттенком. Но это не топ. Это гель-лак. Вот он уже более приятный. Во-первых, не такой серый. Более яркий радужный эффект. Ой, классно он еще магнитится. Я ставлю на прозрачном, чтобы накладывать на разные цвета лаков и смотреть, как будут они вместе смотреться. Но еще один выкрашу на черном. Так красим на черную подложку. Хотя я думаю, что он будет классно смотреться и на голубой, и на какой-то, может, красный даже. Так. Очень интересный блик, который переливается радугой. Не знаю, как вам показать. Но очень интересно. Единственное, что какую-то подложку надо. Так, все-таки интересно, как будет на розовом. Ну, серого грязного оттенка почти нет, практически нет. Смотрится неплохо. Ну, радужный эффект виден плоховато. На черном был гораздо лучше. Нет. На розовом ни о чем. Надо делать на черном. Ладно, смотрите, все понятно. Такого яркого эффекта, как на видео у корейского блогера, я не увидела. Это переосмысление кошки серебряной, которая пару лет назад была очень популярна. Так, это у нас тоже рефлектив, глиттер, магнит, магнетик, гель. Данс, отум, винтс. Танец осенних ветров. Давай посмотрим. Тоже кошачка, тоже радужная, но с оттеночком. Насколько я помню, я заказывала бордового какого-то отлива. Посмотрим. Да, что-то в этом духе. Густой такой, прям сильно густой. На картинке он был прям бордовый. Тут кто-то скорее такой. В крайней мере, я выкрасила его на прозрачную типсу и увидела, что типсы не просвечивают. Фактически в один слой. Очень слабый магнитный эффект. Какая-то еле заметная такая светлая полоска наметилась, но это ни о чем. Фактически это ничто. Из-за того, что он густой, эта вся магнетизация очень медленно происходит. Думаю, скорее легче просто сделать блик на весь ноготь, сделать его вот такой. Вот такой блик на весь ноготь я сделала. Цвет коричневатый. Так, следующий. Тут просто салфеточки. Я все так и не могу никак на Валберес заказать салфетки Клинокс Вива. Также я все время ищу садовый бинт с фикс-прайса. Вот скажите, у вас с фикс-прайс есть садовый бинт? Вот у нас нет. Я даже в Москве была, заходила в фикс-прайс, у нас там нет садового бинта. Это безворсовые салфетки. Как раз у меня начали кончаться. Заканчиваться. Потому что я хотела сравнить, посчитать вот эти салфеточки Клинокс. О, это у нас свитер для собачки. Пробую отдалить немного. Конечно, надо идти домой и померить на собачку. Такие лапки. Он довольно мягкий и хорошо растягивается. Лапки пролезут без проблем. Тут такой воротничок у нас будет. И для нашей попочки. Тут для задних лапок вот такие петельки. Задние лапки. Ну, такой хороший свитерок. На осень. Собачки. Вот дойдет. У меня собачка рыжая-рыжая. И такой свет ей очень пойдет. Напоследок решила сравнить. Вот это один Борн Бретти, а второй Глюези. Непонятная фирма. Ну и, по-моему, на черном абсолютно разницы нет. Ни один не ярче, ни один не бледнее. Но на розовом вот этот был более серый. Больше давал серого оттенка. Вот так на розовом. Не ярко. Вообще не ярко. Радужности нет. Напоследок решила проверить на светоотражаечность. Ну, слушайте, а в светоотражающем-то совсем другое дело. Вот сейчас уже появился и очень яркий радужный блеск. Тут уже Борн Бретти отличается. Это наш коричневый, чисто светоотражаечный. Вот здесь сейчас розовый загорелся просто радугой. Но только при вспышке. Вот что это такое? Наверное, на солнце он будет так же выглядеть. Горит огнем, но именно на вспышке. Даже на прозрачном фоне это увидите, этот радужный эффект. Еще решила проверить свои посыпушки. И тоже они просто божественно светятся, ребята. Это просто фантастика. Да, светоотражаечность тут точно есть. Ну, почему вот только на вспышке такой эффект, Я в жизни хочу такой. А в жизни такого не будет. В жизни будет вот такой. И вот такой. И вот такой. Без всякого радужного сияния. Очень жаль. Без всякого радужного сияния. Сияет просто как лазер. Мне видно, что и искры радужные. Там и синие, и красные, всякие. Так. И прикрепим его к нашим сюда. Если покрыть, сверху будет вот такой цвет, как тут в зале. просто блестящий. Просто лак с блесткой будет. Ничего особенного. Ни о чем. А вот если не покрывать, тогда уже волшебно. Просто не раз так было, что клиенты приносят дизайн с посыпушками, приносят, то есть фото. Я объясняю, что он будет шершавый, он будет негладкий. Вам это может не понравиться. Они говорят, ну как шершавый, ну давай сверху топом покроем. Вы понимаете, если топом покрыть, ну не будет того эффекта. Это будет просто лак с блестками тогда. Такого эффекта не будет. Вот. Так что я специально сделала. Пусть трогают, щупают. Он не колючий, он просто бархатистый. Но это непривычно. Когда ты привык, что у тебя ногти гладкие, а тут какая-то шершавая вещь такая. Ну и потом вопрос, как быстро он затрется. Какие у вас операции, манипуляции в быту, и насколько быстро он потрется у вас. Особенно вот эти дизайны выпуклые с посыпушкой. Я боюсь, что они неделю-другую и могут начать затираться. Ну, потому что сейчас ночь. Джесси! Ко мне! Джесси, ко мне! Веги, ко мне! Насвитой рук маленький.